Здравствуйте, ребята! Сегодня, 8 июля, в России отмечается Всероссийский день Семьи, Любви и Верности, который официальным праздником стал с 2008 года. Если взять любовь и верность, к ним добавить чувство нежности, всё умножить на года, то получится семья. Семья. Именно с семьи начинается жизнь человека. Именно здесь происходит познание любви и уважения, радости и добра. В семье нас учат общению с окружающим миром. В семье складываются традиции, которые передаются из поколения в поколение. Идея праздника возникла более 10 лет назад у жителей города Мурома, в котором очень давно проживали и правили супруги Пётр и Феврония. Святые Пётр и Феврония – идеал супружеской любви. Благодаря их дружной семейной жизни, любви, согласии и уважения друг к другу, они известны всему миру. Повесть о Петре и Февронии Муромских была любимым чтением русских людей. А сейчас это произведение называют «жемчужиной древнерусской литературы». Как повествуется в повести, молодого князя Петра поразила неизвестная тяжелая болезнь, от которой все его тело покрылось язвами. Никакие лекари и снадобие не могли ему помочь. И вот до князя дошел слух о том, что некая премудрая дева Феврония, дочь простого пчеловода из села Ласково, славится искусством лечения травами. Князя привезли к удивительной лекарке, и она согласилась исцелить его, поставив при этом необычное условие. Если будет не супругом, да будет вылечен. Князь Петр согласился взять Февронию в жены после того, как она его вылечит. Но, исцелившись, князь не пожелал выполнить свое обещание. Как взять в жены простую крестьянку? Вместо этого он послал Февронии богатые дадры, но она не приняла их. Нарушившись свое слово, князь Петр снова заболел. И Феврония снова согласилась его исцелить с тем же условием взять ее в жены. На этот раз выздоровевший князь Петр сдержал свое слово и женился на Февронии. Знатные жители города Мурома не пожелали принимать Февронию в качестве княгини и старались поссорить молодых. Князя Петра поставили перед выбором. Либо он отказывается от простолюдинки Февронии и берет в себе другую жену из знатной и богатой семьи. Либо ему придется отказаться от власти и покинуть город. Петр выбрал верность супруге и отправляется вместе с любимым в изгнание. После их ухода в городе начались беспорядки. Все знатные жители города перессорились друг с другом. Каждый хотел стать правителем. И тогда на совете было решено позвать обратно Петра и Февронию княжить в город, чтобы прекратить наступившую в Муроме смуту. До преклонных лет Петр и Феврония правили муромским княжеством. А перед смертью удалились праздные монастыри, в которых они умерли в один день. После их смерти служители церкви нашли тела Петра и Февронии чудесным образом оказавшимся в общей грабнице. Начиная с 15 века Петра и Феврония были прославлены как святые. Символом праздника является цветок ромашка. А почему ромашка? О ромашках давно сложено много легенд и поверьей. Вот одна из них. В одной деревушке давным-давно жила девушка по имени Мария. Она была стройна, как березка, прекрасная, как заря, и нежная, как легкий ветерок. У нее были голубые глаза и светло-русые волосы. Мария была влюблена в парня из соседней деревни по имени Роман. Он тоже любил ее, и они практически не расставались. Каждый день гуляли, собирали цветы и ягоды. Однажды приснился Роману сон, будто он в какой-то неведомой стране. И старец преподносит ему неведомый цветок с белыми вытянутыми лепестками и ярко-желтой сердцевиной. Когда он проснулся, то увидел на своей кровати этот цветок. Цветок настолько понравился ему, что Роман тут же подарил его своей зазнобе. Мария была в восторге от такого необычного подарка и назвала его в честь своего любимого — ромашка. Никогда раньше она не видела такого нежного и в то же время простого цветка. Марии стало очень грустно от того, что наслаждаться красотой ромашки могут не все влюбленные. И девушка попросила возлюбленного принести целый букет этих красивых цветов. Не смог Роман отказать своей любимой и отправился в путь. Долго бродил он, и на краю света нашел царство сновидений. Правитель этого царства согласился подарить Марии поле ромашек, но при условии, что юноша останется навсегда в его владениях. Ради своей любимой Роман готов был на все, и он остался навсегда в стране снов. Мария ждала возвращения Романа. Несколько лет и все гадала, любит ли он ее, помнит или забыл, а он все не появлялся. Однажды утром она увидела у своего дома ромашковое поле, и Мария поняла — жива ее любовь. Вот так появились ромашки. Люди полюбили их за нежность и простоту, а все влюбленные стали гадать на этом цветке — любят, не любят. Легенды и сказки слагаются людьми. Сейчас возникло еще одно поверье. Если посадить у дома ромашки, то семья будет крепкой. Правда это или вымысел. Говорят, мысли материальные. Если очень хочется, то обязательно сбудется. А сейчас предлагаю вам поучаствовать в нашей викторине, посвященной этому замечательному празднику. Нужно правильно ответить на несколько вопросов. Итак, начинаем. Первый вопрос. Что у человека является символом любви? Правильно, сердце. Второй вопрос. Какая птица приносит счастье? Аист. Следующий вопрос. Какой цветок является символом семьи? Да, ромашка. Ну что, продолжим? Следующий вопрос. В каких сказках говорится о любви? Вспомнили? Какая птица тразнят влюблённых? И как вспомнили? Конечно. Тилетили тесто, жених и невеста. Молодцы. Следующий вопрос. Птица – символ любви и верности. Лебеди. Лебеди. Конечно. Лебеди. Молодцы. И теперь самый лёгкий вопрос. Назовите цветок, который является символом любви. Конечно, Роза. Следующий вопрос. Какое слово состоит из семи «я»? Конечно, семья. Молодцы, ребята. И вот последний вопрос. Очень сложный. Как называют родителей «мамы» и «папы»? Да, конечно. Бабушка и дедушка. Мы благодарим всех участников нашего праздника и желаем, чтобы любили тебя без особых причин. За то, что ты внук, за то, что ты сын, за то, что малыш, за то, что растёшь, за то, что на папу и маму похож. И эта любовь до конца твоих дней останется тайной опорой твоей. До свидания.